А мы продолжаем эфир Радио Крым Реалий. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Поговорим о хлебе. Крымские аграрии собрали зерна в полтора раза меньше от запланированного из-за летней засухи. Поэтому российский минсельхоз полуострова готовит документ, который позволит приостановить вывоз зерна из Крыма. Об этом на пресс-конференции в Симферополе на прошлой неделе сообщил глава ведомства Андрей Рюмшин. Цитирую. Из Крыма зерно вывозится в Сирию, Ирак, Иран. По нашим данным, около 6 тысяч тонн уже вывезено. Мы готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна из Крыма, чтобы перенаправить его нашим потребителям, чтобы до нового урожая оно было в Крыму, сказал Рюмшин. По его словам, аграрии собрали в нынешнем году 980 тысяч тонн зерна. В прошлом году урожай был выше, практически полтора миллиона тонн. А весной мы рассчитывали на очень качественный урожай, были хорошие всходы, имелся запас влаги, но засуха перечеркнула всю нашу деятельность, заявил тогда Рюмшин. Собственно, почему крымское зерно идет в Сирию? Каков объем неурожая в этом году? Хватит ли на фоне сирийских поставок хлеба для самих крымчан? И повлияет ли это на цены на хлеб на полуострове? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. У нас на связи Александр Лиев, бывший советник министра аграрной политики и продовольствия Украины. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Благодарю, что связались с нами. И у меня к вам вот такой вот вопрос. Рассчитывали собрать полтора миллиарда в этом году, полтора миллиона тонн в Крыму. Собрали 980 тысяч тонн зерна. А сколько собирали до 2014 года, до аннексии? Ну, Крым всегда был зоной рискованного земледелия. И цифры действительно очень сильно отличались год от года. Это было от одного миллиона до более двух миллионов тонн зерновых в год. Зависело от того, насколько был действительно год влажный. Но в Крыму из почти миллиона гектаров пашни было почти 300 тысяч орошаемых земель. Ну, из них именно под зерном почти 200 тысяч под зерновыми. Так вот, эта часть, 200 тысяч земель, которые можно было орошать, можно было считать менее рискованным. В земледелии там собирали до 100 сантиметров с одного гектара на орошаемых землях. На не орошаемых землях средняя урожайность колебалась в районе 30 сантиметров. То есть сейчас нет практически орошаемого земледелия в Крыму. Это, наверное, одна из самых основных таких проблем с зерновыми в этой связи. Она должна была быть явно видна. Поэтому сказать, что Крым – это перспективная сейчас отрасль для сельского хозяйства очень тяжело. Потребляет Крым в год для собственных нужд именно на хлеб порядка 300 тысяч тонн зерна. Ну вот, себя он, в принципе, обеспечивает. Но большая часть, большая доля того, что выращивается в Крыму зерновых, всегда была. Это часть кормовых. То есть не такая фуражная пшеница, фуражное зерно. Для кормов оно подходит, а на продовольствие нет. То фуражное зерно потреблялось в Крыму животноводством, которое сейчас в Крыму также попало в такую серьезную стагнацию. И там мы видим очень большие проблемы в связи с отсутствием кормов. Александр, скажите, пожалуйста, поскольку вы говорите, что 300 тысяч тонн потребляет в год зерна Крым в среднем, а раньше собирались минимально 1 миллион тонн, то есть раньше тоже это зерно экспортировалось, я так понимаю? Да, крымское зерно всегда экспортировалось. Оно имело не всегда самое хорошее качество из украинского зерна, но имело очень важное конкурентное преимущество, потому что оно появлялось первое на рынке зерновом. А как известно, ну это рынок очень такой интегрированный в мировые стандарты, в мировые тренды. Как известно, первое зерно, которое появляется на рынке, имеет гораздо выше цену, чем то, что появляется позже. Ну, например, крымское зерно и черниговское зерно в итоге по цене реализации отличалось процентов на 30. Именно за счет того, что разница в появлении на рынке достигала более чем месяца. Вот в этом плане был конкурентное преимущество. Но качество зерна крымского всегда очень сильно отставало. Скажите, пожалуйста, вот раньше, насколько я понимаю, крымское зерно экспортировалось в какие регионы, кроме Сирии, Ирана, Ирака? То есть понятно, что это и для украинских зерновых постоянный рынок, но не связан ли выбор вот этих клиентов, скажем так, именно с тем, что Крым попал под санкции? Нет, Крым был интегрирован в мировые трейдинговые сети. И как все украинское зерно собиралось трейдерами в большие партии и отправлялось. Традиционные украинские потребители, я даже не могу сказать традиционно, потому что весь мир потребляло украинское зерно. Это очень широкий рынок. Трейдеры, которые находятся у нас в Украине, активно торговали и крымским зерном. Поэтому отдельно, чтобы Крым сам по себе торговал зерном, я бы так не идентифицировал. Это неверно будет сказать. Крым был частью Украины и абсолютно интегрирован был украинский рынок. Сейчас, конечно же, возможность экспортировать из Крыма была только в страны, которые не боятся санкций. И выбор Сирии однозначно связан именно с этим. Александр, а скажите, вот в такой ситуации, насколько вы считаете разумным решение крымских властей попытаться приостановить экспорт? Ведь если достаточно 300 тысяч тонн, собрали уже 980, может быть опасения лишние? Я думаю, что врут насчет 980, и к этим и связано желание остановить экспорт. Если 980 тонн собрали, то минимум 450 среди них есть продовольственные пшеницы. Это говорит о том, что в принципе они уже свои запасы могли бы пополнить. Но, скорее всего, собрались уже меньше. Потому что без орошения, я не верю в те цифры, которые периодически озвучивает Министерство гражданой политики Крыма, так называемое Министерство гражданой политики Крыма, потому что цифры, которые они называют и в прошлом году, и в позапрошлом году, они демонстрируют, что ничего там не поменялось. Но это не так, этого быть не может. Это связано и с тем, что семенного материала, качественного там нет, потому что он был из Украины. Там нет орошения, нет достаточного количества удобрений, и не было последние годы. То есть не могут остаться цифры такими же, какими были, без всех этих факторов. Александр, что ж, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами был на связи Александр Лиев, бывший советник министра аграрной политики и продовольствия Украины. К нам присоединяется Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления. Анатолий, здравствуйте. Спасибо, что связались с нами. Спасибо, что позвонили. У меня к вам такой вопрос. Крымские власти на фоне сообщения о том, что они собрали 980 миллионов тонн зерна, ожидая при этом фактически полтора, точнее 980 тысяч тонн, прошу прощения, при этом планировалось собрать 1,4 миллиона. И на фоне этого решили приостановить экспорт зерна. Сейчас они готовят соответствующие документы. Вот по вашему мнению, насколько рационально такое решение приостанавливать экспорт, когда вы собрали недостаточное количество зерна? Ну, понимаете, тут надо поставить вопрос к другому. Недостаточно по отношению к чему? Ну вот... Я думаю, что потребности Крыма, потребности Крыма полностью обеспечиваются урожаем в тысяч 50-400 тысяч тонн. Все остальные излишки, которые нужно продавать, поставлять на экспорт и что-то с ними делать. То, что собрали меньше, чем запланировано, от того, что планировали, да, ну, есть, собрали меньше. Ну, это не значит, что катастрофическая нехватка зерна в Крыму, что это приведет к резкому подожжению, к экспорту. Я вообще, честно говоря, удивлен, почему Министерство сельского хозяйства Республики Крым вообще подняло эту тему о том, что нужно представить поставки, экспорт зерна за рубеж. Потому что потребности Крыма 350-400 тысяч тонн, ну, пусть даже если будет потребность для животоводства, там, какое-то резкое увеличение, ну, 500-600 тысяч тонн, но все остальные излишки, которые нужно продавать. Тем более мы не должны забывать, что там есть резерв, инфляционный фонд еще лежит, и объем его оценивается в 200 тысяч тонн. Поэтому здесь никакой совершенно катастрофы нет о том, что Крым не получил то, что хотел запланировать, а в прошлом году, если не ошибаюсь, они там миллион 700 тысяч тонн урожая получили. В этом году, конечно, засуха повлияла, и урожайность, ну, снизилась. Но в любом случае, сейчас почти собрали весь урожай, занимаются его подработкой. Там где-то около миллиона тонн сыр собрали. Это вполне хватает для того, чтобы обеспечить Крым полностью в себя и выполнить все экстренные обязательства. Я никакой катастрофы не вижу. И почему так министерство сельскохозяйства перестраховывается? Ну, здесь, конечно, надо разбираться. А скажите, пожалуйста, вот насколько типична ситуация Крыма с засухой для других регионов, в том числе в России? Засуха наблюдается только в Крыму, или это вот сейчас, в принципе, из-за климатических изменений проблем? И в других зерновых регионах? Ну, вы знаете, конечно, сухой жаркой лета, которая в этом году выплась, оно привело к сложным положениям в Российской Федерации в некоторых регионах. Допустим, проблема засухи очень остро стоит на территории Чеченской Республики, в Крыму, в Калмыкии, в Алтае, в Волгограде. Значит, очень сложно установка в Астраханской и Ростовской областях. Там высокий температурный режим, где-то там 45 градусов чуть выше, где-то, конечно, уже очень сухое, и при любом прикосновении начинает сыпаться на землю. Вот, очень в этих регионах, ну, кроме Ростова и Астрахани, уже объявлен режим Чеченской ситуации. Вот, в некоторых регионах России, наоборот, допустим, как в Томске, Забайкальске, там, Новосибирске, в Архангельске, в Якутии, там, наоборот, очень сильное переволожение не получили, там тоже ситуация непростая. Но, тем не менее, выражаясь, слава богу, ожидается в пределах 100 миллионов тонн. Вот, экспорт там достаточно высокий. Уже сейчас собрали, если не ошибаюсь, первые 40 миллионов тонн. А потребности России, значит, вернее, составляют в пределах 60 миллионов тонн. Поэтому здесь, конечно, мы все хотели повторить рекорд прошлого года, но и результаты этого года, они достаточно оптимистично звучат. Конечно, у нас немножко снизится зерно на экспорт, но там, в пределах там 18-18%, как ожидает эксперт. Поэтому, что-то такого катастрофического я пока не вижу. То есть, по вашему мнению, крымское зерно принципиально от зерна многих других российских производителей не отличается? Ну, вы знаете, надо смотреть, если мы смотрим волоску, сколько собрали. Значит, в принципе, у них урожайность там 16,5% среднего температуры, 16,5 центнеров с гектарой. В принципе, это неплохой результат, который, ну, неплохой результат. В некоторых районах там 22, в некоторых 24 центнеров с гектара. Вот, что говорит, а качественно, вот когда будет подработан урожай, мы будем видеть, что собрали. Ценная пшеница, неценная пшеница, какого класса она там, третьего, четвертого. Вот, к сожалению, продовольствие пшеницы третьего класса может быть собрано быть не так много, потому что вот из этих, как бы, погодных условий может быть. Ну, когда мы полностью берем сезон и подсортируем его, мы будем видеть, как бы, его общие поступки и работки результата. Ну, я на самом деле оптимистичный. Я думаю, что Крымское зерно способно и по своим характеристикам занимать высокие позиции. И, к тому же, сейчас последние, там, 2-3 года семена, семенной фонд, который использует крымчане для производства для зерновых, он достаточно качественный. Я думаю, что с каждого года мы видим, с каждым годом все больше и больше выращивается пшеницы третьего класса. Анатолий, вот скажите, ну, если с семенным фондом все понятно, его можно спокойно привести, а вот проблемы с орошением, они насколько вообще, по вашему мнению, могут повлиять в долгосрочной перспективе на производство хлеба в Крыму? Сейчас идет блокада Крыма, который год уже идет блокада Крыма со стороны Украины в отношении поставки воды, в том числе для орошения. Ну и что же, Крым в прошлом году показал миллион семьсот, это почти рекорд с 2008 года, если не ошибаюсь, да, если не больше, за 20 лет первый такой рекорд. Причем это без воды крымской. Тем более, значит, если в степях Крыма выращивают зерно, так оно фактически и никогда сильно не зависело от поставки воды по заблокированному украинному каналу. Оно все выращивалось за счет дождевых, значит, вот. К тому же, сейчас применяются новые технологии, сделана перепелена структура полей, сейчас все больше и больше сажают озимых, для которых влагу дает сама природа. Поэтому, я думаю, здесь никакой катастрофы нет, абсолютно. Что ж, Анатолий, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления. Мы продолжаем говорить о хлебе в Крыму, о том, что урожай в этом году вышел в полтора раза фактически меньше, чем планировалось. Буквально через минуту к нам присоединится Ольга Харабара, аналитик рынка зерновых и масличных культур Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Я же хочу напомнить, что вы слушаете радио «Крымреалии». И если вам есть что сказать по теме программы, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-10-06-926. Повторюсь, 8-800-10-06-926 также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ, заходить на сайт «Крымреалии», где можно прочесть наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт «Крымреалии» в интернете. Наши страницы в Фейсбук, Твиттер и Вконтакте. Наши видео и фильмы на Ютуб-канале «Крымреалии». Крымчане имеют право знать. Итак, к нашему эфиру присоединяется Ольга Харабара, аналитик рынка зерновых и масличных культур Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Ольга, здравствуйте. Так, доброго ранку. Благодарю, что присоединились к нам. Напомню, что поводом для нашего разговора сегодня стала новость о том, что крымские аграрии собрали в полтора раза меньше зерна запланированного, причиной называют летнюю засуху, и теперь в Крыму хотят приостановить экспорт зерна. У меня вот к вам в связи с этим такой вопрос. В принципе, все наши эксперты, с которыми мы говорили, они говорят одно и то же, что Крыму нужно фактически, даже если верить статистике крымской, фактически в два, минимум в два раза меньше зерна. Есть ли коммерческая логика в такой приостановке экспорта, когда вам нужно в два раза меньше зерна, вы собрали в два раза больше, чем вам нужно, но вы не хотите его продавать наружу? Ну, вы знаете, наразі мы не оперуемо точными данными по валовому сбору зерновых в Крыму. Единственное, что мы можем сказать, за данными агентства Reuters, минулого года Крым взбрал десь близко 1,4-1,5 млн тонн зерна. И, в принципе, десь 1 млн из этого взбранного валового сбора был потенциалом для экспорта. Ольга, ну вот опять-таки, если 1 млн из 400-1,5 млн, то у нас получается как раз примерно 400 тыс. тонн остаётся. Скажите, пожалуйста, а вот насколько выгодной для производителей сейчас является конъюнктура на мировом рынке? То есть, условно говоря, это большие будут убытки для крымских аграриев, если зерно перестанет экспортироваться. Выгодно ли сейчас продавать зерно? С точки зрения Украины, так, действительно, выгодно. И мы видим, что за последний год на святом рынке увеличиваются циновые тенденции, не дивлячись на то, что индекс цин святовых на зерновые культуры, который публикует ФАО, трошки там снизился у липня, у порівняння с минулим роком и в порівняння с чернем. Проте ситуация, в принципе, для производителей является позитивной, оскільки мы видим суттєвые проблемы с погодой у основных странах-виробниковых культур. Мы слышали, что эксперт из России рассказывал про ситуацию в России. Там суттєве скорочення валового сбору очікуется как зерновых стилом, так и пшеницей. Подобная ситуация спостерігается у европейских странах. Там сейчас фиксируются такие максимальные температурные режимы, которые, на жаль, идут не на користь зерновым культурам. Поэтому, в принципе, для производителя ситуация будет позитивной, потому что он может свое зерно продать дорожче. Но вопрос, опять же, в урожайности. Если, например, минулого года температурные режимы по обществу, взагалі, были более приятными, то производитель получил больший валовый сбор, большую урожайность. Сейчас мы имеем нижнюю урожайность, но большие цены. Поэтому, в принципе, мы выходим на одно и то же. Если говорить о Украине, то очень очевидно повзывала світовая конъюнктура на цены. Если, например, говорить о продовольче пшениця 2 класса, то минулого года, у липня месяца, десь вартость на умовах постачання ФОП против Чорного моря пшениця оценивалася десь у 185 доларів. Сейчас мы имеем цены у 200 доларей. Понимаю, что вартость суттєво взросла и для производителя это только позитивный эффект. Если до Украины, то, в принципе, сегодняшний день для нашей страны ситуация с погодными условиями была приятливой. Если посмотреть на темп збирания зерновых культур и урожайность их в сравнении с минулым годом, то мы где-то на уровне минулого года. Минулого года мы взбрали 26,9 млн тонн. Станом, если я не помиляюсь, на 3 серпня, то сейчас мы имеем показатель 26,5 млн тонн средней урожайности 33,2 сантиметра в гектаре. Но вы понимаете, что пока что про такую загальную среднюю урожайность по стране рано говорить, оскільки мы взбрали только ранние зерновые культуры, и те не все, это десь 80% от прогноза. Мы очекуем от достаточно хороших результатов всего речи по галовому сбору. Ольга, благодарю вас, оставайтесь на связи. Просто у нас есть вопрос от слушателя, судя по всему. Я предлагаю выслушать его, и мы вернемся к нашему разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Я сам из Крыма. Я хотел бы задать вопрос эксперту из России, который сделал бодрые заявления по поводу о зимах в Крыму. Он забыл в сельском хозяйстве производство животноводства. Почему-то они не озвучивают валовое производство молока, яиц и иных видов животноводческой продукции на фоне этого благополучия, которое он озвучил, этот эксперт из России. Очень бы хотел услышать от него такие бодрые заявления. Спасибо. Благодарю за ваш вопрос. К сожалению, эксперт из России уже не на связи с нами. Однако это хорошая подсказка для нас, подсветить отдельный эфир и этой части сельского хозяйства. Просто, к сожалению, новости пока что были из сферы зерновых. Поэтому, собственно, мы о них и говорим. Ольга, возвращаясь к нашему разговору. У нас буквально осталась минута, и я хотел задать вам вопрос. Вот если вы говорите, что предварительно в Украине темп сравняется прошлогоднему. В Крыму он в полтора раза минимум, даже если мы говорим про официальную статистику, меньше. С чем это может быть связано? Отсутствие орошения в Крыму? Отдельные какие-то погодные условия? Неумение аграрьев выращивать зерно? Почему? Ну, смотрите, когда еще раньше говорили мы про Крым, то там всегда была проблема с взрослением. И сейчас мы имеем спекотное лето по и Европе, и Украине, и Россия страждают от погодных условий, достаточно жарких. И Крым стает невыключением, и, на мою думку, как раз спекотное лето, спекотная весна не была сприятливой для выращения зерновых культур. Что ж, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами была Ольга Харабарова, аналитик рынка зерновых и масличных культур Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса. Мы говорили о новости, о том, что пока что крымские аграрии собрали в полтора раза меньше от запланированного. Причины в российском минсельхозе полуострова называют летнюю засуху. И из-за этого призывают приостановить вывоз зерна из Крыма. С вами был Александр Голубов, радио Крымреалии. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok